Они смеются и плачут, отправляются в удивительные путешествия и попадают в неожиданные ситуации. И вместе со своими героями переживают целую палитру чувств. Этих юных слабожан объединяет одно – они очень любят театр. Театральная весна прошла в нашем городе в 23-й раз. В этот – на большой сцене Дома культуры. Я тебе это делаю славу. Как всегда, хотела быть чешным, добрым, а у вас невозможно ли любить. Конкурсной комиссии предстояло оценить 11 спектаклей. Не так много, как обычно, и на то были свои причины. Возможно, побоялись большой сцены, сцены непривычные, в отличие от Дома детского творчества. Возможно, очень рано в этом году провели, ориентировались на областной этап, чтобы сделать отборочный тур с школьным коллективом. Спектакли очень интересные в связи с тем, что год экологии, очень много экологических спектаклей. Тема эта поднята, раскрыта. Театральное творчество для детей – большая работа. И они подошли к ней не по возрасту, ответственно. Главным героям постановки «Золушка» пришлось выучить несколько листов текста. Арбузы капризули, маменьки, но ты взяла. Ах, отстань, наображули, и не весь в моих делах. По-хорошему, тетрица, я прошу, а не то я растяжусь. Ну и что? Тогда тебе висит в твою волшку втоплюсь. Много репетиций было. Золушка, ты расскажи, как тебе твоя роль? Мне она понравилась. На сцене ты волновалась? Да. Выбор пьесы – дело непростое. Тем не менее, ставить ли «Золушку» педагоги детского сада «Звездочка» не сомневались. Интересная, лиричная. Мы показывали ее для наших мам на 8 марта. Ну, любовь, весна. Работы было очень много. Как в плане и костюма, в плане и подобрать характеры детей. Вот именно по их ролям. После каждого спектакля участников награждались за лучшую актерскую игру. А победителей среди театров школьного возраста отправятся покорять областную сцену. Спасибо. Спасибо. Спасибо.